Приветствую вас! Как вы понимаете, ситуация на самом деле требует разъяснения. Значит, проблема не в работе, а в вашем выборе. Точнее, если говорить прям совсем точно, то проблема заключается в свободе вашего выбора. Потому что есть у меня такое подавление, что выбрали вы то, чем хотите заниматься, ну, мягко говоря, не по велению, так сказать, своих чувств, и не по велению своих ценностей, а выбрали что-то просто лишь бы чем-то заниматься. Я не думаю, честно говоря, что это хорошая идея, не думаю, честно говоря, что это даст вам счастье. И основная проблема видится мне именно вот в том же, что вы, в общем-то, не уверены в себе. Основная проблема видится мне, в общем-то, в том, что вы, у вас есть проблема с коммуникацией, то есть, ну, вот, не получается у вас выстраивать хорошие отношения с людьми, вот, то есть, почему-то вы с этим не поладили. и условия, отношение к условиям рабочим у вас несколько, ну, несколько странное, да, скажем так. Вот, все это, конечно, требует проработки, все это, конечно, требует разбора, как и почему, что вы делали на работе, как и почему вы выбрали эту работу, какие у вас были ожидания и так далее. Со всеми этими вещами, на мой взгляд, нужно работать, вот. Дальше, значит, вы пишите, не сложились отношения с судьей, что это значит, да, то есть, как бы, что именно, что конкретно. Тут надо выяснять, нужно разбирать, почему не сложились отношения. Дальше, вот, салат большой нагрузки могла прийти домой в час ночи. Это, например, скорее свидетельствует об отсутствии отличных личных границ, и об отсутствии у вас психологической возможности завершить рабочий день тогда, когда нужно завершить, а не тогда, когда, например, этого хотят ваши начальники, допустим. Также здесь может быть примешано, в том числе, и ваше желание получить одобрение, ваше желание выслужиться, хотя это, безусловно, и не точно, потому что, ну, слишком мало информации о вас, но, тем не менее, это зачастую идёт рядом. То есть, я хочу, чтобы вы правильно поняли, да, я не утверждаю этого прямо наверняка, я это скорее сейчас просто предполагаю. Дальше идём. Сейчас работаю на новой работе, уже месяц, понимаете, мне не нравится ездить далеко, скучно, зарплата маленькая. Ну, опять же, вот такое ощущение, да, что вы сами удивились от того, какие у вас условия работы. Скучно, ездить далеко. Ну, хочется сказать, ну, вы же, вы же знали о том, что, ну, что работа такая, и что условия работы ваши такие. Почему для вас это стало новостью? Как-то загадка, опять же, для меня. То есть, вот, понимаете, да, какая история? То есть, как вы выбираете работу? Какие, значит, какие критерии работы, ну, поиск работы является для вас решающими, да? Вот этот момент, на мой взгляд, нужно выяснять. И чем лучше, тем тщательнее, тем лучше будет, вот. Что касается скуки, ну, опять же, здесь, мне кажется, во многом все упирается в то, чего вы от работы ждете. Вот. То есть, ну, опять же, да, я не очень понимаю, что вы ждете, что работа вас будет развлекать, что вы ждете, что работа будет как-то вас, не знаю, там, веселить. То есть, вы работать пришли, потому что, по идее, занимаетесь любимым делом. Ага, если вы занимаетесь любимым делом, то, на мой взгляд, не столь важно, допустим, что вам там ехать далеко, да? Ну, опять же, такое впечатление, да, что для вас это, прям, проблема. Проблема, что нужно ехать далеко. Вот. Вот. Дальше идем. Так. А, зарплата маленькая. Опять же, тут такая история, что очень хочется вас спросить, а чего вы ожидали? То есть, вы же сами, вроде как, на эту работу согласились, так, а чего вы ожидали-то? Чего вы ожидали, чего вы ожидали от работы? Да, у нее маленькая зарплата, но ведь это именно та работа, которую вы ожидали. или нет? То есть, вот этот момент, он, как-то вот, я бы сказал, непонятен. Это то, на что нужно обратить ваше внимание. Вам. У меня другие, эээ, были, эээ, значит, ожидания, эээ, вот. Собирай, от работы. Или как, вот. Эээ, это вот, момент, в принципе, эээ, такой. Дальше идем. Эээ, так, значит, Значит, увольняться не хочу, боюсь, следующая работа, может, мне тоже не понравится. Это страх. Я в страхе перед чем? Страх, мне нужно разбираться, чего именно вы боитесь. Понимаю, что делаю во мне, но я не знаю, как всё изменить, что именно всё изменить. Знаете, всё изменить вы не измените, это невозможно. Нужна такая, знаете, ну, чёткая цель, что именно вы хотите поменять, что именно вы хотите себе изменить, что конкретно вам, допустим, не нравится, что конкретно вы хотели бы поменять, переделать там и так далее. Вот так. А всё изменить, конечно, вы всё не измените. Вот. Здесь сразу хочется добавить, а часто ли вы себе ставите такие вот прям непомерные совершенно задачи. Вот. Требуете от себя того, что вы в принципе не можете сделать. А дальше, не хочу, чтобы меня уволили, так как будет маленькая запись слова и что, если вы занимаетесь любимым делом, какая разница. Косяки есть, какие? У меня уже депрессия, паническая атака, ну, скорее всего, не заработает. Я боюсь, что не устроит всё больше, или, что не устроит больше, наверное, вы хотели сказать, или устроит, но у меня не получится работать. А в чём, опять же, в чём страх заключается? Мне кажется, что есть страх перед занятием, не знаю, любимым делом, может быть, или страх из-за того, что, по вашему мнению, вы обязательно должны должны работать. Ну, то есть, тут вот такой момент только. А, ну, все время пытаются разобраться, что со мной не так не разберётесь, так что для этого он очень тяжелый человек из страны, и это все профессионалы. А сейчас опять панические атаки, я не хочу искать от работы по несколько месяцев. В чём проблема, опять же? Хочу задержаться. Для чего? Я думал, что выбрал не то специально, потому что я не знаю, чем хочу вас будет заниматься. Да, вы, скорее всего, выбрали действительно не то специально, потому что вы не знаете, чем хотите заниматься. Не знаете, чем хотите заниматься, потому что у вас нет контакта со своими чувствами. Вот. Если бы вы были в контакте со своими чувствами, то ситуация была бы гораздо лучше. Вот. А контакту со своими чувствами вас можно научить. Это не такая, в общем, серьёзная проблема. Вот, тут нужно только приложить какие-то усилия для того, чтобы этому научиться. Там, естественно, это навык определённый. Вот. Сейчас это не что-то такое, что появляется вот прям сход, сход. Ну вот. Ну и, соответственно, с этого я и предлагаю начаться, насчёт входа в контакт со своими чувствами. Вот. И уже, как следствие, дальше можно будет смотреть, что вам всегда нравилось. Вот. У меня такое чувство, что вы вообще свои чувства, свои желания, свои потребности подавляет. У меня такое чувство, что вы стараетесь быть правильными, что вы стараетесь... У вас, собственно, подвергнут. А про то, что можно быть ребёнком, про то, что... Это круто и здорово, быть ребёнком. Вот. У меня такое ощущение, что вы об этом совсем забыли. Вот. А если это так, то... Это, в общем... Такая... Достаточно... Важная проблема, важная тема. Вот. Ну, вам нужно будет просто с ней работать в этом направлении. И, соответственно, всё будет хорошо. Вот. А, значит... Дальше... Собственно, всё. На этом текст у вас заканчивается. Никакого вопроса психологу вы не задаёте. Вот. То есть, ну, просто говорите, что вот у меня есть какая-то проблема, и всё. Соответственно, вы хотите проблему решить. Ну, давайте сейчас посмотрим, что есть проблема, да. Потому что нельзя решать что-то, не понимая, о чем, собственно, речь идёт. Вот. То есть, нужно понять, над чем именно нужно работать. Ага. Значит, нужно понять, над чем именно вы хотите работать. Потому что... Очень важно, чтобы у вас было желание работать. Тоже. Чтобы не мы просто сказали, вот, к нулю пацан. Вот это нужно делать. И всё. И вы начали делать. Нет. Так не работают. Вот. Надо. Это всё нужно выяснить. Так-то выбирайте себе психолога на нашем сайте, и начинайте работать. Вот. Вот. Пока-то я вижу тотальный уход от своих чувств. Пока-то я вижу заниженную самооценку. Вот. Неумение бесконфликтно выстраивать общение, диалог с людьми. Страхи. Вот. Значит. Ну и, соответственно, ваши панические атаки, это следствие того, что вы не реализуете свои чувства. Вот. Всё поправимо. Главное, чтобы было желание. Обращайтесь. Поможем. Ага. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.